Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах, и сегодня у нас на обзоре часы Casio, модель МТП E305L7A2. Casio не заявляет материал корпуса, я могу предположить, что это латунь, потому что на подобных моделях часто используется латунь как материал, глянцевое покрытие, вот задняя крышка у нас из нержавейки, о чем указано в этой надписи, также здесь указано водонепроницаемости в 5 атмосфер, это значит, что в часах можно мыть руки, принимать душ, также модуль часов указан, и сторона сборки Китай. Стекло плоское, минеральное, не выпирает над уровнем безеля, кстати, отдельно хочу отметить безель, он здесь ребристый, что позволяет дополнительно защитить его от царапин, потому что есть такой минус у глянцевых безелей, на них иногда собираются царапины, на таких рельефных безелях царапины будут менее заметны, нежели чем на глянцевых, и это действительно очень удобно в эстетическом плане. Под стеклом у нас серебряный циферблат, даже немного переливающийся под разными углами, золотые метки цифра 12, золотые и стрелки со светонокопительным покрытием, секундная, просто тоненькая, и мы видим также три циферблатика, левый циферблат в районе 9 часов сообщает нам о том, что у нас утро, а не вечер, это формат 12.24, нижний циферблат это число, сейчас у нас здесь 10, а правый циферблат в районе 3 часов, это день недели. Хочу обратить ваше внимание на то, что календарь, а именно вот эти два циферблата, сделаны с круговыми контурами, интересно это и красиво выглядит, и также хочу отметить черные штрихи в циферблате на 6 часов и в циферблате на 9 часов, это нам напоминает отметки на автомобильном тахометре, это безусловно добавляет динамичности дизайну, стремительности, и я думаю они будут идеально смотреться на автолюбители. По циферблату у нас скрывается модуль 5374, точность хода плюс-минус 20 секунд в месяц, батарейка 927, и примерно срок службы рассчитан на три года. Продолжая тему с календарем в данных часах, стоит отметить и использование двух боковых кнопок, неподготовленному человеку может показаться, что в часах есть хронограф, и издалека может показаться, что мы можем на кнопку запустить, остановить хронограф, измерить время, на самом деле нет, здесь это календарь, и чтобы поменять число и день недели, мы как раз используем эти кнопки, они у нас как мы видим находятся на уровне бортиков, чтобы случайно на них не нажать, но в центре этих кнопок есть небольшие точки, поэтому с помощью или ручки, или канадаша, или как в данном случае я использую зубочистка, мы нажимаем на кнопку, на верхнюю кнопку каждое нажатие меняет две недели на один вперед, а нажатие на нижнюю кнопку меняет число на один вперед, соответственно. Ну а с помощью головки мы настраиваем текущее время. Цвет, к сожалению, только на стрелках, я вот никак не могу понять такого светонакопительного покрытия, по мне так его или нужно делать и на рисках, чтобы было понятно сколько времени, или можно и вообще не делать, потому что светонакопительное покрытие только на стрелках, как на данной модели, мне кажется абсолютно бессмысленным, но так чисто выглядит на руке, для моего запястья уже как раз, я думаю, еще чуть-чуть и были бы великоваты, да, ремешок со временем будет лучше сидеть на запястье и будет все дело лучше смотреться, пока они, видите, немного уходят вот туда вперед. Высота по ушкам 49,5 миллиметров, чистый диаметр корпуса 42 миллиметра, да, издалека может показаться, что большой корпус, но на самом деле всего лишь 42 миллиметра, при этом толщина 11, как мы видим почти ничего не выпирает, сам корпус достаточно тонкий, при этом наш кожаный ремешок, который текстурирован под крокодиловую, коричневого цвета, шириной в 22 миллиметра, и по обхвату позволяет надевать эти часы на запястье от 16,5 сантиметров до 20,5 сантиметров, да, посмотрите, я на предпоследную дырочку надел часы, то есть почти на самый край, вес часов 67 граммов, они практически невесомые. Ну, во-первых, модель может стать вашим хорошим каждодневным спутником, точное время, календарь, все под рукой, ну и во-вторых, как я уже сказал, эта модель подойдет любителям скорости, тем, кто любит драйв, потому что весь дизайн напоминает именно об этом, имитируя автомобильные датчики. Именно наличие такого динамичного скоростного дизайна я отмечу, как одно из главных преимуществ этой модели, также нельзя не отметить и рельефный безель, дополнительная защита от лишних царапин, их сложнее собирать, можно так сказать, календарь, который здесь помимо числа еще у нас включает и день недели, но при этом нельзя забывать про материал корпуса, скорее всего, это латунь, но это в любом случае не нержавейка, и также лично для себя отмечу цвет ремешка, мне он не очень нравится, такой светло-коричневый, конечно, любителя, но при этом сам ремешок достаточно качественный, мы видим черное покрытие сзади, которое продлевает срок его эксплуатации. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте в комментариях под видео, также, если вам оно понравилось, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, но на этом все, всем пока!